Приветствую вас и отвечаю на вопрос о том, с чего вам начать, что делать и как начать, собственно говоря, жить по-другому. Я скажу следующее, что без какой-либо конкретной работы над собой у вас вряд ли получится что-то справить, потому что слишком много лет, много времени вы жили по определенным алгоритмам поведения, и эти алгоритмы поведения, к сожалению, не так легко убрать, как хотелось бы. И для начала скажем так, что вам нужно проработать ваше отношение со своей мамой. Значит, то, как она к вам относится, то, как она ведет себя с вами, свидетельствует о том, что у нее к вам большое, огромное предубеждение, которое, скорее всего, не связано лично с вами, а связано с чем-то или с кем-то, но не с вами. Возможно, ею движет обида на вашего отца. Возможно, ею движет свои некоторые трудности, некоторые переживания, некоторые конфликты, некоторые проблемы, противоречия и так далее. Вполне возможно, что именно это все мешает вашей маме ощутить себя счастливой, ощутить себя востребованной, ощутить себя, собственно говоря, полноценной, живущей полной жизнью. И начать вам, собственно говоря, новую, так скажем, жизнь, нужно с того, чтобы понять, А что же с вашей мамой вообще такое происходит? Что привело к тому, что она себя так с вами ведет? Ведь ее поведение, это откровенно и очевидно, по крайней мере, очевидно со стороны. А, очевидно, значит, не имеет под собой целью именно вас. Она через вас общается с кем-то другим. Может быть, она общается через вас с собой, за вас с собой. Через вас она, может быть, пытается преодолеть свои какие-то трудности, свои какие-то проблемы, конфликты, противоречия. И вам нужно эти конфликты и противоречия понять для того, чтобы увидеть в качестве объекта негативной реакции не себя, как вы привыкли видеть, а других. Другое что-либо. Может быть, даже человека как такового. То есть, вам предстоит сделать ваше открытие. Когда человек постоянно проявляет негатив на другого и вообще на людей, это означает, что не люди плохие, а у человека есть определенные трудности, определенные проблемы. И вот данное открытие, которое сейчас, наверное, для вас является чем-то мифическим, чем-то неподтвержденным, может быть, даже голословным, вам нужно будет подкрепить. Вам нужно будет это открытие, эту мысль, эту точку зрения сделать своей, своей собственной. И четко понимать, что те люди, которые хотят, собственно говоря, сделать так, чтобы другим было плохо, они всегда несут в этом, в этом своем желании. Они всегда несут в нем свой собственный негатив, свои собственные потребности и собственные мотивы. И это снимает вашу вину, как непосредственную за то, что вы есть. Данный факт является первым, в отношении которого нужно работать. То есть нужно достаточно подробно разбирать жизнь вашей мамы. Достаточно подробно разбирать, какие у нее происходили ситуации в жизни, условия, какие у нее были отношения с отцом вашим, например, с мужчинами вообще, какое у нее жизненное положение сейчас и так далее. Для чего? Чтобы, по сути дела, понять лучше вашу маму, лучше осознать причину ее поведения и перестать в этом видеть свою вину. Вообще говоря, именно вина вам мешает. То есть нужно четко понимать, за что вы ответственны. Ответственны вы за то, что ваша мама на вас постоянно кричит, ругается, обижает, оскорбляет? Нет. Это не ваша вина. Это даже не вина вашей мамы. Она не счастлива, но вы просто этого сейчас, возможно, не понимаете. Понимаете. Поймете, что она несчастная и одной проблемой станет меньше. Естественно, отношения к маме нужно прорабатывать более добром и конкретно в отношении непосредственно уже определенных ситуаций. В частности, именно детских ситуаций. Что касается общения с другими, то после того, как вы поймете, что проблем с лично вашим восприятием, нет? То есть вы будете правильно воспринимать, допустим, свою маму, да, вы будете правильно воспринимать ее, там, проведение, то, как она себя ведет, например, и прочее. После этого, после этого, вы увидите, насколько изменился мир. Потому что ваша мама, она далеко не безусловно относилась и относится к вам негативно. Ваша мама делает это, потому что у нее есть на то определенные причины. И так во всем. Люди никогда не делают чего-то без причин. Люди никогда не относятся к другим как-то плохо без причин. И к вам отношения, которые вы получили, которые вы имеете, оно, это отношения, именно потому, что вы изначально верили своей маме. Вы верили в то, что вы плохая, например. Вы верили в то, что вы не очень хорошая, то есть вы недостойная и так далее. Вы в это верили. И поэтому вели себя соответствующе. А понимание того, теперь, что ваша мама была неправа, что у вашей мамы были свои определенные проблемы, поможет и вам понять лучше себя. Поможет и вам понять лучше, что не вы такая плохая, а вас воспринимали не так, неправильно воспринимали вас. и это даст вам возможность по-другому смотреть на себя и дать себе понять, что вы достойны, так же, как и другие люди. Вы достойны. Ну, а дальше уже вам будет нужно менять отношение к самой себе, отношение к людям. Вам нужно будет учиться по-другому, ставить себя. Вам нужно будет осваивать модель, так сказать, нового поведения, модель поведения правильного, конструктивного, позитивного, который бы вам давал то, что вы хотите. А для этого необходимый идеал. Идеал этого самого поведения. И поскольку ваша мама с таковым идеалом не обладает, к сожалению, вам придется самостоятельно искать этот идеал. Откуда? Из наиболее подходящих вам образцов женского поведения и человеческого в том числе. Вот примерно так вам инойно двигаться. Это работа не одного часа, это работа не одной консультации, к сожалению. Но по-другому вашу проблему не решат. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе, на нашем сайте и выбрав его, начать с ним работать планомерно. Планомерно, шаг за шагом, издравляя ваши негативные, неправильные установки, меняя их на позитивные направления. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. хорои, 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 на